Он живет в каждом из нас. Многие считают его воздействие на организм отрицательным. Однако именно благодаря ему человек выжил как вид. У одних он появляется только в случае реальной опасности, другие же борются с ним каждый день. Меня зовут София Иценко и сегодня ближе к телу. Страх. Откуда берется чувство страха и кто чаще от него страдает? Что делать, если случается паническая атака? Чем может быть полезен гипноз? И при чем тут адреналин? Узнаем в выпуске. Независимо от пола, темперамента и статуса, каждый хотя бы раз в жизни испытывал страх. Экзамен в университете, полет на самолете и даже безобидные насекомые. Поводов для того, чтобы понервничать, впасть в ступор или облиться холодным потом, много. Чувство страха может быть объективно полезным только в одном случае, если речь идет о реальной угрозе жизни. Во всех остальных его проявления вредят человеку, как физически, так и психологически. Существует несколько форм страха. Тревога — беспокойное состояние, в котором человек испытывает неопределенность и опасения, находясь в ожидании чего-то плохого. Волнение — это состояние тревоги в усиленной форме. У человека наблюдается сильное нервное возбуждение из-за ожидания непредвиденной негативной ситуации. Страх — это состояние, которое появляется вследствие реальной или предполагаемой угрозы. Только если в первом случае это здоровый страх, то во втором — наоборот, так как не имеет никаких оснований. Фобия — это следствие сильного страха, способное привести человека в дрожь и, что называется, шок. При этом у человека пропадает активная реакция и справиться со своим страхом становится практически невозможно. Паническая атака — невротическое расстройство, при котором человек испытывает необъяснимый и мучительный приступ тяжёлой тревоги, который осложняется беспричинным страхом с различными соматическими симптомами. Почему же одни люди испытывают естественный страх только в момент опасности, а другие боятся всего на свете? Всё дело в вегетативной нервной системе, которая обеспечивает выживание и приспособление организма к окружающей среде. Состоит она из двух частей — симпатической и парасимпатической. Одна из них участвует в формировании таких резких, когда что-то случается срочное, какая-то опасность, человек увидел хищника, случилась какая-то экстренная ситуация, она активирует организм человека, вызывает этот страх. Страх — это нормальная физиологическая реакция. Вторая система, наоборот, должна успокаивать человека, когда всё хорошо, чтобы обменные процессы хорошо протекали в организме. И вот когда у нас происходит дисбаланс этих систем, когда одна из них начинает преобладать, либо начинает, так скажем, сильно раздражаться по любому поводу, у нас возникают вот такие состояния. Несмотря на то, что страх испытывают абсолютно все, женщины в большей степени склонны к тревожности. Мужчины по своей природе рациональны, придерживаются фактов и предпочитают решать проблемы. У женщин превалируют чувства и эмоции. Вместо решения проблем они переживают. Татьяна обнаружила у себя одну из форм страха совершенно случайно, когда решила впервые сходить в аквапарк. Весёлое, на первый взгляд, водное развлечение обернулось для девушки кошмаром. Я скатывалась с высокой длинной горки, которая была закрыта. То есть это замкнутое пространство, в котором я находилась, в какой-то момент я поняла, что мне становится страшно, я не могу дышать. У меня началась какая-то паника и тревога. После этого я стала бояться находиться одна в каких-то закрытых помещениях. Клаустрофобия — одна из самых распространённых фобий, входит в лидирующую тройку психических расстройств. Люди с таким страхом обычно не только избегают замкнутых пространств и поездок на лифте, но и боятся находиться в толпе. А поездки на общественном транспорте в час пик становятся для них настоящим испытанием. Страх — это кодировка некая, такая на уровне подсознания. То есть это собирательная вещь. То есть наши нейросети кодируют эту информацию, в виде звуков, образов и прочих вещей. И просто какой-то триггер срабатывает, и вот выходит страх. Выходят вот эти вот состояния. Но есть состояние, которое приводит человека к самому сильному страху — страху собственной смерти. Артём впервые столкнулся с панической атакой два года назад по дороге в ночной клуб. Сидя на заднем сиденье такси, молодой человек вдруг начал ощущать резкую нехватку кислорода и учащённое сердцебиение. Именно вот этот отрезочек дороги, где это случилось, потом впоследствии, когда я к этому отрезку приближался, а я не могу проезжать другими путями, могу только через него, первое время уже был страх страха. То есть ты боишься, что просто, ну, блин, сейчас это повторится. Мозг человека устроен таким образом, что негативные ситуации запоминаются гораздо лучше. Испытав паническую атаку однажды, человек будет возвращаться к этому состоянию снова и снова. Между паническими атаками, между вот этими приступами у нас начинается, развивается паническое расстройство, когда мы боимся, то есть больше вреда не от самой атаки, которая длится 10-20 минут, а мы боимся, что она возникнет снова. Она возникнет в самый неподходящий момент, когда я буду где-то выступать, когда я буду там, где не окажутся медицинской помощи. И вот это состояние, оно всё больше и больше, так скажем, с каждым эпизодом последующим, оно всё нарастает. Что-то в этот момент в его организме произошло, почему-то вот такой всплеск произошёл. И в дальнейшем он себя лишает возможности убедиться в том, что если он оказывается в этой ситуации, на самом деле ничего не будет. Но проигрывая её в своей голове, он как бы укрепляет себя в вере в том, что так оно и будет. При приступах панической атаки человеку действительно кажется, что с ним может произойти непоправимое. Возникает дрожание в руках, потливость, тошнота, неприятные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта, учащённый пульс и затруднение дыхания. Бывает, что человеку кажется, что он вот-вот потеряет сознание. Именно поэтому, в отличие от других форм страха, паническая атака является поводом обратиться к врачу. Ведь такое состояние может быть не только отдельным заболеванием, но и следствием серьёзных проблем со здоровьем. Очень часто патологические видные железы возникают. Какие-то процессы в головном мозге могут давать такую симптоматику. А нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы могут давать схожие симптомы. Поэтому мы здесь должны сначала провести обследование детальное и затем уже принимать диагноз. Так скажем, это диагноз исключения. В первую очередь специалисты советуют обращаться к терапевту или неврологу. И только после полного обследования можно будет начать лечение. Часто мы даже не подозреваем о том, что кроется в нашем подсознании. Порой причина находится настолько глубоко, что уходит корнями в наше детство. Поэтому если ваша паническая атака никак не связана с нарушением работы организма, то вашим следующим шагом должен стать поход к психологу или психотерапевту. В настоящее время существует большое количество методик, с помощью которых человек способен освободиться от таких состояний раз и навсегда. Например, гипноз. Подсознание — это отдельная структура, очень ресурсная. То есть она как бы ждет этого общения. То есть в этот момент идет как бы договор с ней. То есть осознание человека порой мешает. Там много различных убеждений, которые не позволяют ему излечиться. И именно задача моя — как бы нырнуть туда и помочь человеку достать вот эти ресурсы, которые позволят ему излечиться. Эту девушку зовут Ярослава. В ее копилке страхов десятки фобий, в том числе и панические атаки. Из-за этого она лишилась возможности жить полноценной жизнью. Девушка практически перестала выходить из дома, общаться с людьми и отказалась от хорошей работы. Я уволилась, потому что я больше не могла. То есть я захожу в автобус, это огромная давка, у меня начинается приступ тошноты. От тошноты я боюсь жутко, понимаешь? Вот поэтому такая ситуация, что я лучше уволюсь, но я не буду вот ездить и терпеть это. И никто это не понимает. То есть все говорят, что ты дура, что ли? Но это не главное, что пугает девушку. Проблему с работой она решила, нашла рядом с домом. А вот другие страхи влияют на ее жизнь куда серьезнее. Я покопалась в себе, я поняла, чего я боюсь. Я боюсь именно вот этого какого-то грубого, так скажем, одиночества. Умереть в одиночестве, что ли, я не знаю, или остаться на улице, умереть на улице среди людей, среди толпы. Причина возникновения такого количества тревожных расстройств и в том числе панических расстройств связана как раз с тем, что у современного человека очень сильно размыта ценностная сфера. То есть очень сильно утрачены ценностные ориентиры. И в связи с этим появляется тенденция к сверхконтролю. Кстати, облегчить себе жизнь и избавиться от таких состояний самостоятельно вполне реально. Эффект, конечно, будет не таким быстрым, но исключать его не стоит. Для начала нужно осознать, что не все, что с нами происходит, мы в силах контролировать. Это так называемая практика принятия своих ограниченных возможностей. Как только человек понимает, что далеко не все в этом мире поддается контролю, уменьшается количество поводов для тревоги. Если с этим жить, оно будет наслаиваться, будут добавляться другие, скажем так, образы. Это может родиться в некого какого-то внутреннего монстра. Рано или поздно он все равно вылезет. И он может вылезти в любом месте. Представьте, какой-то светский раут, и это вылазит. Страх бокала, шампанского, например. В то время как одни опасаются всего, другие намеренно ищут поводы пощекотать свои нервы. У Анны вся жизнь сплошная жажда острых ощущений. И самый простой способ взбодриться – посмотреть фильм в любимом жанре хоррор. Я люблю их смотреть с детства. Даже когда стоит выбор пойти на мелодраму или на ужасы, я выберу ужастики. Так как от ужастиков можно получить адреналин, ты выходишь с такой буря эмоций. И вообще, в принципе, я люблю адреналин. Это связано не только с ужастиками, но и если я иду на квест, то я иду на квест-хоррор. Самый страшный. Если это езда на машине, то это быстрая езда. Навязчивая тяга к риску объясняется физиологией. Специалисты говорят, что все дело в повышенном уровне концентрации гормона адреналина, который постоянно требует подпитки. Есть действительно люди, которые являются адреналинными наркоманами, которым необходимо постоянное получение этих веществ. Это сказывается на их поведении. Они будут искать этих острых ощущений. Это будет очень заметно. Впрочем, даже отчаянные охотники за адреналином не защищены от страхов. Самый популярный из которых – это страх заболеть, бедности, преступности, начало войны, одиночества и собственной смерти. Специалисты советуют не замыкаться в своей голове и обращаться за помощью. Ведь жизнь, неограниченная внутренним монстром, куда более интересна и разнообразна. Не зря говорят, что у страха глаза велики. Попробуйте взглянуть к придуманному монстру прямо в лицо. Может быть, не все так страшно. Меня зовут София Иценко, и сегодня ближе к телу был Страх. Субтитры создавал DimaTorzok